Решил записать небольшую нарезку из соло вылета. И первый же файт начинается с фейла. Когда летаете на дроновозках, нужно сперва убедиться, что у вас выстрелена правильная орбита дронов. У меня была выстрелена километров 10, а оптимал дронов километров 5. То есть нужно выставлять это ориентировочно 3-4. В итоге мои дроны вообще ДПС не наносят, мне нужно сперва их убрать в док, поменять им орбиту, и только после этого ДПС может доноситься. В этом участке видео пытаюсь насмонить небольшой файт. Чтобы попытаться покаять этих флот, надеясь, что они не будут в фланге. Хорикейн проваливается, но это как бы можно было предсказать. Дермиейн совсем не хочет драться, приварпывает диктор. Он пытается за мной гнаться, и по нему проходит достаточно мало ДПС, а скорее всего он прожал чемодан. Иначе бы лицо ему отрывало бы сильнее. Пытаясь откайтить весь этот флот, ДДшка начинает врываться, я начинаю ее лощить. Она это замечает, насылая на нее дронов, и она начинает убегать, боится то, что она погибнет. После этого наварпывает флот тайфунов, и все же нужно выходить из боя, потому что иначе меня просто альфанет их залпом. Тут я пытаюсь выйти из региона, в котором меня пытаются закрыть, но у них это не особо получается. Первый отлетает эсминец, диктор, и на эту планету отварпал хэви диктор. Я пытаюсь его слэшером найти, но он решил приварпать не один, а с другом, с болгорном. Болгорн для меня слишком толстая цель, конечно, можно пробовать его убивать, но не когда тебя пытается поймать еще диктор, и когда болгорн рядом с гайкой, то есть он может втопиться и провалиться. Поэтому, просто убивая диктора, он почему-то оказывается тоньше, убили козы, и достаточно быстро отлетает. Ну и после этого я делаю реларп и лечу и искать дальше ПВБ. Вторым окном вижу то, что на гейте стоит целестис, диктор и мегатрон. Наварпываю дистанцию, отстреливаю диктора. Мегатрон решает бросить своего друга, отличные друзья. Хотя мог бы потанковать, мог бы позвать еще на помощь. Попытались бы, не знаю, с микрохом-дефом подраться бы со мной. Здесь очень странно, и суккуб решил отлететь на килбарду почему-то. Ну, помянем. Поиски ПВП, но спойлер, я его так и не нашел. Но нашел его на выходе. Решил улететь из их региона обратно в лоусек, но мне пытаются бублить на затягивающий бабл. У них это не особо получается, потому что они раздули его только после того, как я ушел в варп. Диктор, понятно, пытается свалить, заклочиться, чтобы его не убили. Но я думаю, сейчас, скорее всего, что-то еще пролетит. Постою на гейте, подожду. Диктор ушел в клоку. Я пытаюсь ее вторым окном своим раздеклочить. Но, оказывается, этот диктор забубил своего товарища, Оракла. Я его ловлю, начинаю сближаться, начинаю отстреливать. Эсминец сейчас будет деклочиться. Вот он задеклочился. Он будет пытаться залочить мой цептор, скорее всего. Чтобы там скребок кинуть, либо еще что-нибудь. А, еще Беликос также наварпывает прямо в бабл. То есть, диктор молодец, постарался. Первый отлетает Оракл. Эсминец не может ни с чем помочь, потому что у него задержка лока после выхода из клоки. Приварпывает Тайфун, но уже не в бабл. И приходит гениальная идея поддержать Беликозу просто на поинте, чтобы Тайфун полетел его спасать. Собственно, видно то, что Тайфун едет, хочет попытаться спасти Беликоза. Но он потом отстопается и как бы решает, что нет, я лучше отварпаю. Беликоз отлетает на киллворду. У них в этой системе стоит ПОС, от которого они отыгрывают, дефаются. На нем я втаклил эсминцы. Другие корабли я не мог втаклить, потому что они находились под протекцией ПОСа после андока. Тайфун начинает лочиться, слэшером пытаюсь его перетаклить, отпускаю эсминца. Но Тайфун увидел это, докнулся. В итоге я растерял все цели. Ну, дальше будет интересней. В очередной раз пытаюсь улететь, но вторым окном вижу то, что они опять что-то бублят на ГИТе. И опять Тайфун, не Тайфун, точнее, а опять кто-то попал в Бабл свой. Это Тайфун. Начинаю грызть Тайфун. Грызется он долго и муторно. Убиваю Диктора. Цептером держу Тайфуна, получается, на Пойнте. И пытаюсь этого Тайфуна оттянуть от Балгорна. Потому что он меня может высушить, посадить на сетке, мне этого не надо. Я типа байчу, то что вот, меня сейчас Тайфун убьет. Просаживаю себе армор до половины, начинаю отлетать. Тем временем, оттягиваю их дальше от ГИТа. Залендился Оракл. Думаю, что сейчас по мне пойдет много урона Лангова. Но этот Оракл, он просто стоит, смотрит, как их товарищ умирает почему-то. Перезарядил бомбы. Опять отправляю в Тайфуна. Тайфун будет постепенно сейчас уже отлетать. В гриде появляется ДДшка. Казалось бы, она должна втопиться в моего слэшера. И попытаться его перетакать, остановить, чтобы его как-то убили. Но ДДха вообще ничего не делает почему-то. Она просто куда-то едет, куда-то на планету. Держу Тайфуна на дистанции. Тайфун пытается подъехать к Болгорну, но скорость медленная. Оракл только-только сейчас мне начал лочить. Пролетает еще один Диктор. Он хочет меня поймать, но он передумал. С торнадки пошел он-го у ДПС. Я решил пока отварпать. Посмотреть, что они дальше будут делать. Делаю вид, что убегаю. Лечу в сторону Каноры. Стою, поджидаю Оракла. В Клоке. Думаю, сейчас его поймать. Но он успевает отварпать быстрее. И еще там получается два прохода через этот гейт. Даже три. ДДшка что-то пытается сделать. Нет, не особо получается. Она испугалась. Убегает. Появляется торнадо. Начинает настреливать. Но ДПС ей не хватает, чтобы меня продавить. Появляется Балгорн и Беликос. Скорее, сейчас будет пытаться меня ловить. Приварповая ДДшка, которая должна меня ловить. Но... У нее это не особо быстро получается сделать. Она какое-то время стоит. Не отослал дронов. И там вообще ваншот получается. Таклера у них не осталось. Оракал опять стоит и не стреляет. Скорее всего, он просто глазовый. Вероятнее всего. Но... Чаще всего их видит в лангу. В этот раз они выкатили нормального Диктора, который не отлетает сразу же с пару залпов. То есть там, скорее всего, большая оплита и чемодан стоит. Поэтому так мало урона проходит. И появляется у них какое-то, не знаю, подобие Хэви Такла. Там промелькнула Рубтура Гвард. Наверное, они будут пытаться ей ловить меня. Ну, что в инраэле стою, думаю, что делать. По идее, эта Рубтура, она достаточно быстрая. Она может там до 4000 спокойно разгоняться при нормальном фите. Даже на до вторых ригах на скорость. Думаю, там, отварпать, либо начать кайтить. Пока еще не решаюсь, что сделать. Появляется еще там Ротла. Думаю, все же, да, нужно отварпывать. Потому что иначе меня Ротла просто сгрызет своими дронами. Делаю реварп. Бубля у них на гейте нету, на варповую дистанцию. Стоит Нага. Скорее всего, ванговая. И Рубтура их получается Хэви Такл, так называемый. Начинаю убивать Нагу. Рубтура летит сейвить Нагу. Которую мой слэшер держит на поинте. Но Нага на большой МВД. Рубтура не догоняет ее. Вот. Приварпывая ДДшка ЦРБшная. Чекает, что здесь происходит. Начинаю убивать Рубтуру. Постепенно убивая Рубтуру. И после этого вообще происходит что-то интересное. Наварпует Моа Диктор и фракционная кара. И она пытается все это убить. Но Ротла отварпывает. Да, она отварпывает. А Оракл скорее всего умирает. Я наблюдаю, что сейчас будет происходить. Ну ладно. Она дослала своих получается Чехов Хоу Асминцев. Убить меня. Но потому что я более такая дорогая цель. Нежели Оракл. Но Оракл скорее всего там умер. Потому что он был в бубле и он был в Сагрой. Насколько я помню. А на Гейте вообще две Минакавы и Астарта стоит. Кайф.